Здравствуйте, дорогие телезрители! Вы смотрите телеканал Юрген. В прямом эфире программа «Случаи из практики» и я, Екатерина Борж. Традиционно начнем с вопроса от телезрительницы. «Мне за 60 знаю, что храплю не только по недовольству близких, но и по ощущениям. Горло сильно болит по утрам. Как избавиться от храпа? Еще у меня отекает слизистая. Врач Лор сказал, что это сосудистые явления. Советов не дал. Как избавиться от этого?» Храп не всегда является безопасным звуковым феноменом. Иногда он сопровождает грозное заболевание остановок дыхания во сне, так называемое апноэ, лечение которое зависит от сочетания причин и тяжести заболевания. О причинах, последствиях и способах лечения апноэ сна мы сегодня говорим с нашими гостями. Евгения Владимировна Габова, заведующая лабораторией сна медицинского центра «Ладомед». Добрый день! Добрый день! И Елена Игоревна Ильиних, врач-кардиолог, заведующая кафедрой внутренних болезней медицинской академии. Здравствуйте! Здравствуйте, Катя! Телефон прямого эфира 469060 с вашими вопросами касательно преимущественно остановок дыхания во сне. Может, вы замечали за собой это? Или, может быть, у вас какая-то симптоматика, которую мы опишем? Либо ваши близкие замечали, что вы не дышите кратковременно? Звоните, спрашивайте. Мы постараемся на все ваши вопросы ответить. Еще один вариант пишите на ICQ. Также есть возможность. Я прочитаю и ответим мы на ваш вопрос. Все-таки, для начала, если можно, мы прокомментируем вопрос телезрительности. Заметила она, что храпит, но при этом отекает слизистая. Что в таких ситуациях делать? Можно ли избавиться от храпа? Начнем с храпа. Первое, она молодец, что она заметила, что храпит. И обратилась на это внимание. И обратилась с этой проблемой к врачу. Совершенно правильно. У храпа всегда есть причина. Люди с храпом не рождаются. Учитывая то, что, собственно, такому пациенту я задала бы несколько вопросов. Ну, первое, что бросается в глаза, 60 лет. Действительно, с возрастными изменениями после 60 лет достаточно много людей начинают храпеть. И это может сопровождаться отечностью глотки, которая в свое время и тоже приводит к тому, что храп прогрессирует. В данном случае пациентки... К лор-врачу, получается, обратились. Нужно ли обращаться к сомнологу, чтобы более серьезно заняться именно храпом? И вот насколько это опасно? То, что ощущения по утрам, как пишет телезрительница, уже есть. То есть неприятно. Да, понятно. Здесь нужно определиться с степенью тяжести данного заболевания. То есть простой у пациентки храп или же уже есть осложнение в виде остановок дыхания во сне. Для этого можно провести диагностику в виде пульсоксиметрии, скажем, для этой пациентки будет достаточно. И определиться с другими причинами возникновения храпа, кроме возрастных. Это наличие или отсутствие гипотириоза, предрасполагающих факторов, не употребляет ли пациентка алкоголь в повышенной дозе и так далее. То есть здесь нужно пациентку, собственно, расспросить для того, чтобы определиться с эффективной тактикой лечения. Но все-таки вот наш эфир сегодня, вот полчаса хотелось бы посвятить вот таким, ну, тяжелым формам храпа, которые доводят до остановок дыхания во сне, так называемой апноэ. Ну вот если с медицинской точки зрения, но простым языком, что такое апноэ? Ну, во-первых, здесь надо разделять проблемы неосложненного храпа и проблемы апноэ. Потому что, ну, не все люди, которые храпят, имеют остановки дыхания, и не все люди, которые имеют остановки дыхания, имеют храп. Но, как правило, большинство, нет, ну, минимум процентов 10 людей, которые храпят, действительно имеют остановки дыхания во сне. И вот это уже реальная медицинская проблема, потому что сам по себе храп, он только лишь, ну, мешает человеку немножко жить его окружению, но все-таки на здоровье не сказывается. Храп или сами по себе остановки дыхания во сне, или остановки дыхания во сне на фоне храпа, вот это уже является действительной медицинской проблемой, которую надо, можно эффективно решать. Но тоже не в каждом случае. То есть если это не тяжелые остановки дыхания во сне, они, их немного в течение ночного сна, то они тоже на продолжительности жизни, качестве жизни не сказываются. Но если мы имеем дело с частыми остановками дыхания во сне, тяжелыми, глубокими остановками дыхания во сне, вот здесь возникают очень большие проблемы. Ну для того, чтобы нашим телезрителям было понятно как-то более наглядно, каким образом выглядят остановки дыхания, давайте посмотрим на компьютер. Вы прокомментируете, что происходит, если можно... Вот человек ложится. И у нас в положении лёжа, особенно во время глубокого сна, возникает такая проблема, что начинает западать глотка, спадаться. Вот она как раз таки опускается. Чего в норме, в принципе, не бывает. Потому что в норме даже во время глубокого сна тонус мышц глотки достаточно хороший, и глотка не спадается. Но если исходная есть узость дыхательных путей во время изожирения, ну какие-то анатомические особенности, то, к сожалению, возникает спадение в этом месте. И могут возникать достаточно глубокие длительные остановки дыхания во сне. Причём мы здесь на видео увидели, что не только западение глотки, но человек понимает, что организм даёт сигнал, наверное, что он не дышит. Естественно. То есть в момент, когда западает язык, по сути язык, задняя часть языка, он будет просыпаться, потому что невозможно, иначе просвет дыхательных путей не восстановится. То есть человеку надо проснуться полностью, не полностью, но проснуться. Тогда снова восстанавливается просвет дыхательных путей, восстанавливается дыхание, но до следующего засыпания. Снова следующее засыпание, особенно в положении на спине, и снова это повторяется. Есть пациенты, у которых в час бывает более сотни таких астрономных дыханий во сне. То есть каждую минуту еще не по разу. И сколько недо получается. И получается, что они вообще не спят. В итоге-то нормального сна не получается. То есть длительного, хорошего, часового сна не получается. Во время которого можно отдохнуть. Естественно, они все время прерывают сон. Поэтому одной из самых частых проблем, апноэ сна, который часто может просто быть незамеченным, если рядом никто не находится во время ночи, дневная сонливость. То есть все равно повышенная дневная сонливость, когда человек засыпает в любой удобной и неудобной ситуации, как раз говорит о том, что, скорее всего, нормального ночного сна нет. Это, получается, один из основных признаков, как можно это определить. То есть избыточная дневная сонливость. Если человек засыпает за рулем, это очень важный признак. То есть не дай бог, что автолюбители, водители, засыпающие за рулем, в первую очередь должны исключать вот эту проблему ночную. Если у них до этого был нормальный, вроде бы нормальный часовой сон, как бы они спали, они куда-то ехали, а днем они все равно продолжают засыпать, то вот это одна из проблем. Может быть, опноя сна. По всей видимости, наша телезрительница, которая написала нам на электронную почту, добавляет после, Евгения Владимировна, вашего ответа, гипотериоз присутствует, спиртное не употребляя вообще, очень редко на стойку валерьяны. Вот из Печора это был вопрос, оказывается. Ну вот, получается, все равно нужно тогда обратиться, да, и лечить уже этот храк. Да, вопрос здесь встает еще по весу и по степени тяжести, опять же, заболевания. Гипотериоз необходимо лечить, естественно, обязательно. Дело в том, что в некоторых случаях он дает дополнительную отечность глотки, что приводит к ее сужению, и, соответственно, храп и ухудшается. Ну и, собственно, по весу нужно тоже рассмотреть пациентку. Есть ортопедические методы, позиционные для лечения неосложненного храпа или легких форм храпа. Да, здесь индивидуально нужно будет... То, о чем мы сегодня говорим, остановки дыхания во сне, вот позиционные, те же самые теннисные мячи, которые пришивают сзади, на пижаму, в районе лопаток, уже не помогут. То есть там уже более серьезно нужно будет говорить, и мы обязательно об этом сегодня расскажем. Ну, прежде хотела спросить, насколько распространено вот это явление, этот синдром обструктивного опноя сна? Ну, в принципе, считается, что эта проблема все-таки с возрастом, она усугубляется. Хотя бывают, конечно, и дети с опноя сна. Но у детей своя причина. У детей основная причина – это гипертрофия небных миндалин. Ну, это тяжелая форма танзелитов. И в ряде случаев даже требуются операции, чтобы у детишек не было таких остального дыхания во сне. Но это все-таки редко, даже у людей. Но вот у людей старше 40 лет, особенно при том, что нарастает риск, ну, нарастает в целом испыточный вес, вот после 40 лет прогрессивно начинает увеличиваться частота людей, которые имеют патологическую остановку дыхания во сне. В целом, остановки дыхания во сне, если брать группу после 40 лет, каждый четвертый имеет эту проблему. То есть 25% людей, в принципе, имеют не просто там какой-то храп или храп с редкими остановками, то есть это все-таки заболевание, то есть они его имеют. Но, к счастью, 70% их имеет легкие формы пноя сна, которые, в принципе, требуют, может быть, только не спать на спине. На боку обычно это не повторяется, на животе тоже. То есть им достаточно только позиционных таких изменений. И кроме того, конечно, вот как сказала Евгения Владимировна, не пить перед сном крепкие спиртные напитки. То есть это очень важно, потому что даже у здорового человека безысходного пноя сна крепкие спиртные напитки, выпитые в позднее вечернее время, к сожалению, значительно могут ухудшить показатели дыхания. Но процентов 4, вот в целом население, имеет тяжелую форму пноя сна. То есть каждый 20-25 человек имеет тяжелую форму пноя сна, которая на сегодняшний день требует все-таки лечения. Не только диагностики, но и последующего лечения. В этом случае люди проживают нормальную, качественную жизнь без каких-либо проблем. Вроде как 4% не такая уж и большая цифра. Ну, как сказать, это много. Это гораздо больше, чем тяжелая форма бронхитов, связанная с курением. Это гораздо больше, чем тяжелая форма бронхиальной астмы. То есть на сегодняшний день главной, по сути, пульмонологической проблемой, которая приводит, ну она не только пульмонологическая, она смежная проблема, к тяжелым дыхательным нарушениям, является пноя сна, о котором мы очень мало знаем на сегодняшний день. И в этом тоже есть особенность. Прерву, потому что у нас есть звонок. Здравствуйте. Ух, к сожалению, не дождался телезритель возможности, но у вас есть еще программа «Не заканчивается». Впереди еще, ну как минимум, минут 25. Звоните, примем ваши вопросы, прокомментируем их. Ну, в продолжение. По причинам мы сказали про избыточную массу тела. Это единственная причина или возраст? Две причины, которые я услышала на данный момент. Что еще может быть? Это основные причины дополнительно. Вообще нужно сказать о том, что изначально у пациента появляется храп. А пноя сна в течение многих лет начинает появляться, увеличиваться в количестве, в продолжительности этих остановок дыхания. Они становятся более глубокими, более низкими уровнем кислорода сопровождается. И эта ситуация, от начала храпа, вот учитывая мой опыт, человек начал храпеть, лет через 10 у него появляются остановки дыхания во сне. Лет еще через 10 остановки дыхания становятся более выраженными, средняя и тяжелая степень апнои. И у пациента появляются характерные жалобы. Это начинает ему мешать. Только он не знает, что именно во время сна у него есть остановки дыхания во сне, потому что в этот момент он пытается спать. Он понимает, что сон его прерывистый. Почему-то он все время, часто встает, ходит к холодильнику для мочи, спускания поднимается. Ну, то есть в туалет ходят. Головные боли периодически по утрам. Да, давление высокое. С чем угодно, кроме как. Давление высокое. Но я все, таблетки принимаю, к кардиологу хожу. Ну и, собственно, снижение внимания, памяти. Но это же возрастное. То есть пациент за 10 лет апноя сна, он каждую свою жалобу, в принципе, уже знает, к чему отнести. Ну и, собственно, по причинам нужно сказать, что это, как уже Елена Игоревна сказала, увеличение нёбных миндалин, особенности строения нижней челюсти, ретро- и микрогнотия. Это избыточный вес, безусловно. Различные другие особенности, которые приводят к постепенному прогрессированию этого заболевания. Здесь можно было спеть, что всё-таки фоновым состоянием является исходная узость дыхательных путей. Вот если она есть, в основном всё-таки избыточный вес, то одно из-за случится, потому что даже у здорового человека с абсолютно нормальным весом и то бывают остановки дыхания во сне. А как-то это вот не... Оно не влияет на жизнь. Не доводя, например, до заболевания. Ну вот я сейчас, например, решила проверить. Это можно посмотреть? Нет, нет необходимости. Нет, дыхательного... Горло можно посмотреть, но обследоваться на предмет остановок дыхания во сне, и как бы если нет никаких клинических симптомов, нет необходимости для здорового человека. Ну и просто посмотреть там узость или... Ну это нет, это при осмотре, это делается при обычном врачебном осмотре, и в принципе многие вещи уже видны при обычном осмотре. Есть у нас звонок. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, слушаем вас. Я хочу рассказать вам о нашем случае. У мужа установили диагноз одно из сна. У него были жалобы как бы на дышку, пиложирение, 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 пиложирение дыхание во сне. А вы как-то что-то делали с этим? Ну, я не знаю, обращались уже к рецептам? Вот обращались вот на Дигране Габове, вот, и она нам посоветовала СИПАК-терапию. Мы приобрели аппарат сонно-балансией, и она нам очень помог. Мне аппарат приобрели вот в январе, 19 января. У нас вот под утро белогрение 160, это минимум, 160. Вот, а сейчас у нас уже 120 на 70. Вот, и станок и дыхания уже почти нет, и мы очень довольны. А в целом самочувствие у мужа? Очень хорошее самочувствие. Он каждое утром вставал раздраженный, у меня вид спалши, вот, высокое давление, днем мог где угодно заснуть, потому что я не ссыпался ночью, когда я один день отдыхал. Вот, а после вот СИПАК-терапии, вот, у меня ног все хорошо. Он хорошо всыпается, вот, расстает, вот, давление 120 на 70. Так что у нас все хорошо сейчас. Благодаря и не удовлетворяйся. Спасибо большое. Я так понимаю, что это, ну, такие завуалированные слова благодарности, да? К сожалению, сорвался звонок. Ну, думаю, это так и есть, потому что стало лучше. Прозвучала фраза с 19 января, тут прошло-то всего 3 месяца, и получается уже прям эффект? Конечно, там эффект моментальный. Буквально, если человек ночь нормально спит, ну, пускай с помощью аппаратного дыхания, хотя это все доступно, это все делается дома, это не инвазивно, ну, дополнительное дыхание, которое не дает испытаться дыхательным путям, то уже к утру, вот уже первую же ночь нормально поспавшую, человек к утру чувствует себя совершенно другим человеком. То есть у него все просто проходит. То есть и этот метод на самом деле, ну, если человек испытывал много симптомов, то они к утру практически за первую же ночь проходят. Есть просто симптом, есть пациенты с апноэ сна, которые все-таки таких тягостных симптомов не испытывают. Вот им сложнее бывает понять, что им эта терапия подходит. Но тогда мы видим на дополнительном оборудовании, смотрим и оксигенацию крови, мы видим, кому помогает, кому нет, кому какой режим нужен. Оксигенация – это насыщенность кислорода. Да, да, сколько крови… Мы всегда эту методику проверяем, проверяем в последующем, как кровь обеспечивается кислородом. Нет ли ночного кислородного голодания. Потому что главная проблема апноэ сна, что ночью очень сильно снижается кислород во время этих остановок. И когда мы начинаем лечение, то есть кислород полностью восстанавливается, ночной сон восстанавливается, и уже буквально за первую-вторую ночь все симптомы уходят. Вес, конечно, потихоньку снижается. Но очень много наших наблюдений, когда люди худели исходно с весом. То есть, получается, остановки дыхания во сне и вес, они тоже… Оноцикленно получается. Естественно. Люди с остановками дыхания во сне, во-первых, сами по себе худеть им очень сложно, потому что у них просто нет полноценного сна. И наоборот, когда мы начинаем лечить апноэ сна, у них начинается снижение веса. И есть пациенты, которые прекрасно похудели на 20-30 кг в течение полугода-года только за счет того, что они начали лечить апноэ сна. А с другой стороны, пока они не начнут снижать вес, у них тоже апноэ сна достаточно тяжелая. Но аппаратное дыхание, оно позволяет эти проблемы решить. Вес потом снижается, и в итоге у некоторых больных спустя 1-2-3 года удается вообще убрать это дополнительное дыхание, ну, аппаратик, с которым он ночью спит, потому что у них вес нормализовался, и проблема апноэ вообще исчезает. То есть, это все-таки иногда временное явление. Те, кто особенно смогли хорошо похудеть. То есть, о методах диагностики, есть ли у вас апноэ сна или нет остановки, если вы самостоятельно не можете, если, например, самых рьяных вот таких признаков, как плохое самочувствие, сонливость, например, еще нет, то проверить можно в центре ладомед, получается. Но как это делается, насколько это на самом деле очень просто, мы расскажем после небольшой рекламной паузы. Так что не переключайтесь. Если есть у вас вопросы, то звоните.